Даже если имя и фамилия этого человека будет Абдурахманов Умалат, это мой отец, да помилует его Всевышний Аллах. Если там есть антисемитизм, я его осуждаю. А почему-то рекламировал Хасана Бакаева Дени Баксан. Он в своей книге назвал помешанным всех, кто не верит в Аллаха, а также называл в своей книге чеченцев арийцами и говорил, что национализм и чистая кровь это спасение, а евреи всегда строили козни чеченцам. Когда я говорил о Хасане Бакаеве, я сделал обязательную оговорку, что возможно я не совсем буду с ним согласен. Возможно в чем-то даже буду очень не согласен, в чем-то может быть я бы даже стал бы критиковать там его какие-то взгляды, но я их не знаю. Я кстати не знаю вот этих высказываний, там его книг, ничего из этого не читал. Я похвалил Хасана Бакаева и еще другого историка Руслан Арсанукаев, по-моему. Я их похвалил за то, что они делают работу сегодня на ютубе, разъясняют какие-то моменты исторические. За это я похвалил и сказал, что это то, что нужно сегодня. Работу проводить нужно. Но это не значит, что теперь слепо за ними нужно следовать и что все, что они теперь не сказали, что бы они ни сказали, это все истина последней инстанции. Конечно нет. Они могут иметь какие-то свои заблуждения, с которыми мы будем не согласны. Но от этого их работа в целом, это не значит, что она плохая. Я вижу в их работе благо. При этом, да, возможно мы понимаем, что там будут какие-то заблуждения. Не без этого. Я мог бы называть многих людей, кого хвалил и хвалю, но обязательно с оговоркой, что это не значит, что они не ошибаются и что мы с ними во всем согласны. Ни в коем случае. Есть темы, в которых мы с ними не согласны. Будем даже дискутировать, возможно, в чем-то. Есть те, с кем я даже дискутировал. Но это не аннулирует то благо, которое в них есть. С этим людей нужно получать пользу. Так, гаечку, да, значит, читал. Так вот, привет, Тумсо. Скажи, как такое возможно? 21 век, демократия и все преступления, как на ладони. Когда это кончится и сколько чеченцы будут терпеть? Как русские будете ждать? Так они еще 16 лет ждать собрались. Я не понимаю, до чего надо было довести людей, чтобы было такое. У меня нет, конечно же, ответа на этот вопрос. Сколько мы будем ждать? Мы будем ждать столько, сколько придется. Мы после оккупации Советским Союзом нашей земли, мы очень долго ждали. В 44-м нас выслали, в 57-м нам позволили вернуться. И мы ждали. Все это время мы ждали, кто-то боролся, но все ожидали. Ожидали вот этого момента, когда можно будет, когда появится возможность восстать. И мы дождались. В конце 80-х, в начале 90-х был этот момент, была эта возможность удачная. И мы ею воспользовались. Мы восстали. Мы успешно это сделали. Мы вышли. Деоккупировались. Мы какое-то время даже пожили суверенно. Мы выиграли войну. Но потом произошло то, что произошло. Нас снова оккупировали. И теперь сколько нам нужно будет ждать до того момента, пока опять появится вот эта вот удачная возможность восстать. Я не знаю. Но человек так устроен. Он терпит и ждет столько, сколько ему придется. Привет, Тумсо. А как известные молодые спортсмены Чечни воспринимают Кадырова? Они понимают, кто он на самом деле такой. Кто он на самом деле такой. Или из-за оказываемой спорту поддержки, личных подарков, пропаганде, они считают его достойным человеком. Привет, Минт Хантер. Наверное, правильнее было бы этот вопрос задать тем спортсменам. Я не могу знать, как они это воспринимают. Я могу только так со стороны судить об этом. Я думаю, что среди них есть разные люди, среди этих спортсменов. Есть те, кто его ненавидит. Но при этом как-то вынуждены там, допустим, после своей победы говорить там «Ахмад силой» и благодарить. Допустим, есть такие. Здесь, кстати, сейчас меня не закидывайте камнями. Вынужденность – это не та вынужденность, которая оправдывает. Ни в коем случае мы их не оправдываем. Я имею в виду, что будучи обманутыми вот этой материальной стороной вопроса, что они получают там деньги, славу. И они, чтобы это не потерять, вынужденно, да, они идут на эти уступки, как скажем. На компромисс со своей совестью. Но это, конечно, не то оправдание, которое… Не та вынужденность, которую мы оправдываем. Мы этих людей не оправдываем. Есть среди них и те, кто в нем, наверное, реально души не чают, прям любят его. Такие тоже наверняка среди них найдутся. Разные, в общем, там есть. Гаевичка, первая часть у меня просто нет слов после просмотра твоего прошлого эфира. Ямадаев сидит, как плюшевый Винни-Пух, спокойно и блаженно рассказывает, как он продал свою родину и почему, и сколько денег ему ФСБ предлагали. А в комментариях пишут, что Осман Мамадиев убил Мансура Старого за 3 миллиона. Зара, люди, мусульмане, зачем вы делите мусульман на чеченцев, черкесов, дагестанцев? Нельзя этого делать ни в коем случае. Я прошу вас, не играйте на руку тем, кому выгодно, чтобы мусульмане были разобщены. Тумсо, вам желаю от всего сердца успехов в вашем благородном деле. Зара, я вынужден с тобой не согласиться, потому что на черкесов, чеченцев и дагестанцев нас разделил Всевышний Аллах. Аллах говорит, что Он создал нас народами и племенами, чтобы мы поддерживали родственные отношения. Это не разделение в том смысле, о котором ты говоришь. Мы, когда была неспособна пророческая миссия нашему любимому пророку Мухаммаду, ведь Он не отменил племена, Он не отменил народы. Наоборот, Он, как и было, остался урайшитом, и все эти деления на племена и народы, они сохранились. Поэтому это наоборот, это нововведение, когда люди такие вещи говорят от непонимания. Надо просто понимать, что это деление на народы, на племена, на родословные и так далее, это не разделение в негативном смысле. Мы, будучи разными народами, разными племенами, разными фамилиями, будучи ими, мы остаемся братьями и сестрами, потому что мы верующие. Вот что надо понимать, это нас не разделяет. Плохо, когда ты начинаешь из-за этого превозноситься над кем-то. Когда ты говоришь, что ты круче кого-то, потому что ты чеченец, или ты черкес, или ты испанец. Тогда это плохо. Это вот как раз та негативная часть. Это национализм, это фашизм. Этого делать нельзя. А так мы, да, я чеченец, допустим, кто-то черкес, кто-то аварец, кто-то китаец. Но если мы верующие, то мы все братья и сестры. И это нас не должно разделять. Наоборот, это должно нас объединять. Мы должны понимать, что при этом такой разный колорит, мы говорим на разных языках, у нас разные обычаи, культура и так далее, но мы все при этом братья. Мы должны любить друг друга искренне ради Аллаха. Ты искренне считаешь, что тот, кто ведет или просвещает свой народ, историк или президент, может нести благо, взращивая врага в лице другого народа и называя все западное или какое-то иное порождением сатаны. Не думай, что такие люди сеют только раздор и порождают тьму. Поэтому если люди, о которых ты говоришь, историки или президенты, если они реально сеют вот это, о чем ты говоришь, называют все порождением сатаны, настраивают какие-то народы против и прочее, в этом случае да, я с тобой соглашусь, они несут раздор. В этом, конечно, нет блага. Но если человек в целом ведет благую деятельность, но при этом в чем-то ошибается, то мы не можем его списывать из-за этих ошибок, потому что нет тех людей, которые бы не ошибались. Но если он в целом ведет работу по раздору, негативную какую-то работу, и при этом в нем есть какое-то благо, то, конечно, мы не будем у него это принимать. Мы будем от него предостерегать и будем сами от него остерегаться. Мокка. Достоверность всех выпадов ищкирийских лидеров против евреев приведена в работе чеченского историка Леммы Лохаева «Политические фантазии в Чечне» со всеми ссылками. Осуди их также за антисемитизм или ты опять лицемеришь. Никаких проблем, если есть какой-то признак антисемитизма в ком-либо, я его осуждаю. Никаких проблем. Какая бы ни была его фамилия, даже если имя и фамилия этого человека будет Абдурахманов Умалат, это мой отец, да помилует его Всевышний Аллах, если там есть антисемитизм, я его осуждаю. Мокка, ты можешь на этом успокоиться. Никаких проблем. Антисемитизм является огромным злом. Субтитры создавал DimaTorzok